Когда двух пожилых кошек, 11-летнего Маджо и 16-летнего Макса, оставили в приюте Эннерндрл Каурнти Animal Control в Мэриленде, США, их перспективы на счастливое будущее не выглядели слишком радужными. Пожилых кошек, как правило, труднее усыновить, а бедные Маджо и Макс были лучшими друзьями, но их пришлось разделить по разным клеткам в соответствии с политикой приюта, как это принято в США. К счастью для Маджо, он был усыновлён и, наконец, нашёл любящий и заботливый дом. Однако у её опекуна была нечистая совесть, когда она обдумывала идею о том, что Макс, лучший друг Маджо, может провести остаток своих дней в приюте. Когда двух пожилых кошек, 11-летнего Маджо и 16-летнего Макса, оставили в приюте Эннерндрл Каурнти Animal Control в Мэриленде, США, их перспективы на счастливое будущее не выглядели слишком радужными. Пожилых кошек, как правило, труднее усыновить, а бедные Маджо и Макс были лучшими друзьями, но их пришлось разделить по разным клеткам в соответствии с политикой приюта, как это принято в США. К счастью для Маджо, он был усыновлён и, наконец, нашёл любящий и заботливый дом. Однако у её опекуна была нечистая совесть, когда она обдумывала идею о том, что Макс, лучший друг Маджо, может провести остаток своих дней в приюте. Махо был замечательным питомцем. Но мысль о том, что он, Макс, продолжит жить в клетке, просто разбила мне сердце. На следующий день она вернулась в приют, чтобы забрать домой и Макса. Приют запечатлел этот чудесный момент. Макс и Маджо, наконец, воссоединились, и они оба наслаждаются своими последними годами жизни в теплом доме с большой любовью. Такие моменты, которые кому-то могут показаться маленькими и незначительными, являются целым миром для этих животных из приюта. Поделитесь этой прекрасной историей, чтобы вдохновить больше людей брать животных из приютов, особенно пожилых. Ставь лайк и подписывайся на канал.